Добрый день, я что хотела рассказать. Вот сейчас все ездят на пляж, отдыхают или гуляют. Там много гальки. Набирайте ее. Во-первых, ей можно декорировать алтарь. Это очень ценно. И можно носить вот купе. Зимой вы ее не найдете, у кого снег и холод. На них можно нарисовать руны. На красных и на черных. На некоторых есть такие зеленоватые камни в регионах. Вот вам зеленые руны. Украшения для алтаря. Натуральный камень. Может быть не такой бруски, как стекло. Но они его очень ценят. Так что можете набирать на зиму. Камешки вам понадобятся. Из них хорошо строить пирамиды, выносить дар. Обводить рамки на алтаре. Просто украшать. Я уже сказала, очень хорошо нарисовать руны. И можно ими пользоваться. Как комплект. Хорошо рисуются руны белым корректором. Самое лучшее. Купить корректор такой, как только не кисточку, а ручку. И вот этим ручкой нанести руны. Очень четко видно. И она не стирается, ничего. Прекрасно работает. Потому что маркер он будет не виден. А вот корректор он очень хорошо наносится. И старайтесь одинаково. Набирайте плоские камушки. И не совсем маленькие. Ну, примерно такой вот. Сомкните указательный большой палец, кружочек. Вот, чтобы руна туда уместилась. Женские пальцы примерно. Большие, совсем маленькие, они не очень любят. Ну, можно маленькие. Если вы их берете с собой, берите маленькие. Но они должны быть плоские и примерно одинаковые. Потому что я замечала их на полудрагоценных вот этих рунах. Из подделочного камня. Форма их раздражает. Каменем очень нравится. А форма, они говорят, идиотская. Вот это дословно слово Одина говорит. Они не ровные. Выбирайте такие ровные, округлые камешки гальку. Очень хорошие. Ну, очень хорошо даже откупы приносить. Ровные по 13 камешков. Разносите откупы на разные перекрестки. Очень хорошо позвенить галькой. Вот так. Берешь гальку, сыпешь, окамень, сыпешь, сыпешь. Им этот звук, аналог звона монеты, им нравится. Вот то, что вы можете сделать на пляже. Можете делать пирамиды из песка. Гальки. И дарить их. Это тоже прекрасный дар. Потому что вы все пользуетесь бесплатными ритуалами. Ритуалами на картах. Ничего в магии бесплатном не бывает. Значит, в другое время вы приносите дары и откупы. Плевые цветы цветут. Ветки. Вот срывайте, дарите в дар. Делайте откуп. Потому что вы за год наделали уйму бесплатных ритуалов. Много о чем все просили. Но всему есть цена. Ничего совсем так уж бесплатного не бывает. Просто вы потом откупаетесь чем-то другим. Так что вот делайте такие взносы. Пока лето, пока все цветет. Ну уж камни есть у всех. Ну и так и говорите. Дар высшим силам. Дар умершим, которых все забыли. Дар умершим, которые нам помогают. Или откупаюсь. У вас там есть столько всего, за что надо откупаться. Просто уйма. Так что. Было такое умное мнение, что Бог не может взять, если вы ничего не просите. Поверьте, Он берет столько и силы. Ничего вы не просите. Всеми страданиями в жизни берут. Всей плохой жизнью все. Никто там не спрашивает ваших просьб. Люди столько страдают. Это тоже оплата за что-то. Не все, конечно, но очень много. И могут они брать прекрасно. И без всякого согласия берут. Так же, как и душу. Я уже про душу много рассказывала. Что закладывают. Если они считают, что эту душу стоит забрать, они забирают без всяких проблем при жизни. Можете посмотреть видео. Два видео на эту тему записывал. Как у человека забирают при жизни душу плейлист лекции по магии. Так что, откупайтесь. Приносите дары. На этом я прощаюсь.